Здравствуйте! Принесли ко мне вот такой контроллер Maxus на 48 вольт и нужно перевести его на 36 вольт. В чем проблема? Человек купил контроллер на 48 вольт, а у него электровидоспед на 36. И соответственно, когда батарея полностью заряжена, то есть при напряжении 42 вольта, это 10S батарея, он работает немножко. Но когда батарея разряжается до 40 вольт, то контроллер выключает питание и электровидоспед дальше не едет. То есть здесь написано отсечка Under Voltage 40 вольт. Все, 40 вольт контроллер выключается, потому что он 48. И если у вас такой контроллер, то вам повезло, я покажу как перевести его на другое напряжение, больше или меньше. Если у вас не такой контроллер, то вам тоже повезло, потому что я понятным языком постараюсь объяснить, как перевести любой контроллер на любое другое напряжение. Так, что у нас есть? Блок питания. Блок питания небольшой. И я подключил к своему тестому велосипеду Sparta этот контроллер и пробую его запустить. Так, колесо заводится. Дам небольшие обороты. Напряжение 48 вольт. И колесо крутится. Понижаю напряжение. 47, 45, 44. Так, 41 вольт работает. 40 вольт. Все, перестал работать. Вот я кручу ручкой газа, ничего не происходит. То есть на 40 вольтах этот контроллер отсекает выход. Ну, это логично. И вы скажете, зачем обходить защиту контроллера, потому что контроллер выключится на малом напряжении, батарейка разрядится, элементы разрядятся в ноль, все повредится и элементы умрут. Но в батарее стоит плата БМС, которая защищает элементы и не дает им разрядиться полностью. Поэтому защита в контроллере по нижнему напряжению, это считается такой дополнительной защитой. И если необходимо, если вы это понимаете, то можно это обойти или понизить защиту. Ну, я буду показывать оба этих способа. Ну что, снимаю контроллер и буду показывать, препарировать его на столе. Чтобы понять, как изменить напряжение контроллера, нужно понять, как работает его система питания. У контроллера есть два толстых провода, плюс и минус. Два толстых силовых провода, вот к ним подключено 40 вольт. И есть третий провод, разрешение на включение контроллера. В безымянных китайских контроллерах это выглядит примерно вот так. Вот такой разъем. Это два толстых провода, вот они видны, и один красный тоненький. Этот красный тоненький включается, соединяется с контактом батареи, либо через ключ. То есть этот провод уходит на ключ включения зажигания. И обратно он возвращается. Здесь появляется напряжение, когда ключ включен. И когда на этом проводе появилось напряжение, контроллер включается и готов крутить мотор при появлении сигнала на ручке газа, на паз и так далее, на прочих органах управления. На более продвинутых контроллерах есть шестиконтактный разъем. Шести-пятиконтактный разъем. Вот такой разъемчик. Два провода, из которых это передача данных, обмен данных с дисплеем, передача информации на дисплей. А три провода это управление питанием. То есть минус это общий черный, общий для дисплея, общий для всего. Вот этот красный это питание с батареей. Этот красный провод объединен с толстым красным проводом. И синий провод это провод включения. Это тот же самый провод, который здесь вот был тоненький. Который разрешение на включение. И когда на контроллере вы включаете контроллер, контроллер питается от вот этого тонкого красного провода. На него приходит напряжение с этого тонкого красного провода контроллер. Включаете кнопкой. И кроме включения дисплея, то что там появляется информация контроллер, дисплей выдает вот на этот синий провод напряжение батареи. То есть он работает вместо ключа и замыкает вот этот и вот этот провод. И когда на этом синим проводе появляется напряжение, оно идет на контроллер и контроллер видит, что ему можно крутить мотор. Здесь все абсолютно то же самое. Выключу питание, чтобы ничего не бахло. Здесь 5-контактный разъем на контроллере Maxus. Тоже такая же цветовая гамма. Желтый, зеленый это передача данных. Я их покажу дальше на контроллере. Черный, там дальше виднеется. Это общий минус. Синий это разрешение на работу. И красный это питание от батареи. То есть батарейное питание с толстого красного провода, вот этого, оно там в контроллере запаяно в одну точку, оно возвращается сюда, запитывает дисплей. При включении дисплея оно возвращается сюда. Здесь появляется 36 или 48 вольт. На синем проводе появляется напряжение батареи. И оно ходит в контроллер. И контроллер понимает, что неплохо бы покрутить колесо. Чтобы не использовать дисплей, я сделал такую специально обученную перемычку. И включая эту перемычку, контроллер работает. Ну что я и показывал недавно. Контроллер работает без дисплея и крутит колесо. Если у вас нет контроллера или он сломался, вы можете просто замкнуть красный и синий провода. Вот эти вот два крайних провода. И контроллер у вас будет работать без дисплея. Или на эти провода можно поставить ключ, замок, кнопку включения и так далее. И вот именно этот синий провод, на котором появляется напряжение после включения дисплея, ключа или кнопки замка зажигания. С этого синего провода контроллер понимает, какое напряжение на батарее. Вот я прозвонил. Этот синий проводок приходит вот сюда. Все. С этого синего провода контроллер берет напряжение батареи. И при падении напряжения до 40 вольт контроллер выключается. Как сказать контроллеру, что напряжение на батарее 30 вольт или 40 вольт? Как передать на него напряжение батареи? Контроллер штука нежная и он питается от 5 вольт. Если подать на него 30 вольт, то это процессор сразу сгорает. У меня такое уже было. Я спалил один такой. По-моему один. И поэтому, чтобы передать сюда напряжение батареи, применяется резистивный делитель. Резистивный делитель состоит из двух резисторов, которые делят напряжение пропорционально этим плечам. Вроде бы все это сложно, но на самом деле это просто. Ну, по крайней мере я постараюсь объяснить это просто. Вот провод, по которому приходит напряжение, которое с включения, которое с вот этой клеммы. Тоненький провод, на котором появляется напряжение после включения дисплея или включения замка зажигания. Сюда приходит, допустим, 30 вольт. На 30 вольт это проще объяснять. Здесь стоит два резистора. Вот эти вот резисторы как раз предназначены для резистивного делителя для определения напряжения контроля, для определения отсечки. И, допустим, если эти резисторы одинаковые, плечо один к одному, то есть 1 кОм и 1 кОм, или 10 кОм и 10 кОм, то эти 30 вольт, они делятся между резисторами поровну. То есть на этом резисторе падает 15 вольт, на втором резисторе тоже падает 15 вольт, и посередине между ними получается 15 вольт. И этот конец, один резистор подключен к плюсу, второй резистор подключен к минусу. То есть если резисторы один к одному, то напряжение делится пропорционально соотношению сопротивления резисторов. Если же резисторы один к десяти, то это напряжение поделится один к десяти, и на одном из резисторов будет получается 1 вольт, и на втором резисторе будет около 20, около 3 вольт точнее, если один к десяти, 3 вольта и 27 вольт. Ну это так примерно. И, то есть условия, у нас должны быть два резистора, один из них припаянный к этому проводу управления контроллером, и второй резистор, вторым концом должен быть припаян к минусу. Еще у них здесь есть конденсатор, вот здесь серенький конденсатор, который стоит на плече, на нижнем плече делителя, для того, чтобы сглаживать какие-то всплески, помехи, чтобы контроллер внезапно из-за помех не выключался, чтобы мотор не дергался. Вот, на схеме, я так схематично это нарисовал, выглядит это примерно вот так. То есть вот минус, резистор нижнего плеча R2, резистор верхнего плеча R1, и по соотношению этих резисторов делится напряжение. Если представить это с точки зрения рисунка, я нарисовал в пропорциях, если этот резистор большой, этот резистор маленький, здесь подаем 40 вольт, соотношение 1 к 12, то у нас из 40 вольт, эти 40 вольт делятся, делятся, почему он называется резистивным делителем, и здесь получается около 3 вольт. Если мы этот резистор уменьшаем, то это напряжение увеличивается. Если мы этот резистор уменьшаем, этот увеличиваем, соответственно, это напряжение уменьшается. то есть резистивный делитель работает просто и его условия один резистор подключен к плюсу питания второй резистор подключен к минусу питания и посередине средняя точка с которой снимается напряжение которое уходит на процессор здесь тоже самое то что я сейчас показывал вот этот резистор подключен к плюсу вот он сюда звонится на плюс этот резистор подключен к минусу вот здесь есть минус вот эти точки и вот это вот средняя точка между ними объединенная она уходит там по плате и уходит на какую-то ногу процессора и на процессоре вместо 30 вольт при плече 1 10 появляется 3 вольта здесь еще рядышком даже есть дополнительный резистор с перемычкой 60 вольт если допаять эту перемычку то к этому резистору который я уже перепавил добавляется еще один и порог отключения контроллера двигается вверх чтобы он работал не на 48 работал на 60 вольт то есть этот резистор добавляется к верхнему плечу добавляется вот сюда в параллель и соответственно подтягивает подтягивает вот эту часть вверх и напряжение увеличивается как найти эту эти резисторы здесь я поставил на прозвонку как и встал сюда блок питания выключен и начал прозванивать резисторы которые звонятся с этим проводом на котором есть питание включение контроллера и здесь вот я нашел резистор так мешает провод минуса вот на этом резисторе он звонится с синим проводом включения питания хорошо дальше рядом там я нашел резистор который звонится с минусом ну минус на максус вот можно взять на этих шунтах вот эти резисторы получается это резистор верхнего плеча это резистор нижнего плеча это конденсатор и они все объединяются в одной точке вот эти вот раз два три конденсатор резистор конденсатор и резистор и они идут на ногу процессора сразу здесь и вот я их схематично зарисовал то есть вот резистор r1 на него приходит напряжение питания и она уходит на процессор и резистор верхнего плеча r2 с конденсатором сидит на минусе так наоборот этот r1 хотя он находится физически снизу он верхнее плечо потому что он на питании а нижнее плечо с конденсатором находится на минусе то есть нам нужно изменить или резистор верхнего плеча или нижнего чтоб изменить напряжение питания нам нужно его понизить мне нужно уменьшить напряжение с 48 вольт до 36 то есть мне нужно убрать отсечку понизить отсечку с 40 вольт до до 30 вольт то есть мне нужно вот это вот напряжение мне нужно поднять здесь будет 30 вольт и при 30 вольтах это напряжение сильно упадет и мне нужно его поднять чтобы она осталась таким же как при 40 вольтах а каким она будет я измерил эти резисторы на максус и один из них 30 килоом 2 2 2 и 4 килоом а так вот этот резистор 300 303 это 30 килоом этот резистор 242 это резистор на 2 и 4 килоом а в интернете есть калькуляторы для расчета резистивного делителя и если прикинуть эти сопротивления ввести можно их измерить на месте 30 килоом и 2 и 4 килоом а то здесь должно появиться напряжение около 3 вольт так включая напряжение включая блок питания напряжение 40 вольт так проверяю вот напряжение 40 вольт ровно и смотрю какое напряжение на этой точке резистора относительно минуса так приблизить не получится вот напряжение 2 93 вольта то есть нужно опустить это напряжение 40 вольт до 30 чтобы это напряжение осталось таким же то есть нужно изменить эти резисторы так чтобы здесь оказалось напряжение 2 93 вольта и в калькуляторе для подбора резисторов резистивного делителя я подобрал резистор верхнего плеча 22 килоом а то есть выпаять 30 килоом и запаять сюда 22 килоом а то есть по схеме если смотреть визуально этот резистор я делаю меньше и при напряжении 30 вольт она будет допустим где-то здесь это напряжение останется таким же 3 вольта или можно не уменьшать этот резистор а увеличить этот резистор и тогда эта точка подтянется вверх есть еще альтернативные способы то есть можно взять напряжение питания 5 вольт и просто кинуть сюда постоянно напряжение 3 вольта в эту точку то есть допустим берем где-то здесь 5 вольт но здесь есть напряжение 48 вольта который идет на ручку газа на систему пас и так далее берем это напряжение сюда кидаем пару диодов чтобы на каждом диоде упала 0 6 вольта до напряжения 3 вольта и это напряжение уменьшено диодами припаиваем в эту точку и в этой точке будет постоянно 3 вольта и контроллер будет работать несмотря на входное напряжение то есть здесь будет на входе 40 вольт будет 30 вольт 20 вольт неважно контроллер будет работать всегда но при этом контроллер не будет отдавать информацию о уровне напряжения в дисплее поэтому я буду менять резисторы и посмотрим что получится из этого так ну что если смотреть по схеме то я перепаял нижний резистор r1 который был 30 килоом я перепаял на 22 килоом а так и вот он на плате вот он на плате он немножко больше чем тот тот размер который нужно поэтому я подвинул соседний конденсатор немножко туда его сместил но так как этот резистор и конденсатор они запаяны параллельно то его можно практически вплотную туда ставить они все равно замыкаются этими полюсами немножко освободил место для этого резистора так вот он стоит 2202 22 килоом а просто запаял его паяльником с тонким жалом ну может быть не супер аккуратно но вроде бы запаял неплохо так и на контроллер подано питание уже 30 вольт здесь у нас на этой средней точке было 293 вольта при подаче 40 вольт и сейчас должно получиться что-то похожее так встаю на минус и проверяю питание 30 вольт ровно и также на минусе стараюсь попасть в этот резистор ничего не замкнуть 294 было 293 то есть контроллер будет выключаться примерно на 29 с половиной вольта я считаю это неплохо в принципе можно было сюда запаять вместо 22 килоома 20 килоом он бы выключался на 29 или 28 вольт но и так это неплохо ну что несу его к электровелосипеду тестовому и буду проверять напряжение отключения так ну вот резистор перепаян и я подал 42 вольта и раньше на 40 вольт из контроллер выключался блок питания у меня слабенький всего 5 амперный поэтому так скурка он не стартует запускаю вас толкача колесо крутится и понижаю напряжение напряжение 40 вольт контроллер работает 38 36 понижается ток немножко дам газу 34 вольта 33 31 и вот на 30 вольтах контроллер прекращает работать то есть контроллер выключался на 40 вольт потому что контроллер максус на 48 вольт и не написано отсечка 40 вольт теперь я сделал так что он выключается на 30 вольт и так в принципе можно переделать любой контроллер есть можно сжеркнуть циферку 40 и поставить 30 и он может работать с батареи на 36 вольт ну я думаю сможет работать из батареи на 48 вольт вы спросите можно ли увеличить таким образом предел работы контроллера нужно смотреть какое напряжение выдержит микросхема контроллера которая здесь стоит и на какое напряжение рассчитаны конденсаторы вот конденсатор я вижу на 63 вольта и нужно посмотреть остальные конденсаторы ну и вот эти в маленькие конденсаторы остальные детали желательно проверить на какое напряжение до которых вы дотянетесь и тогда по этому максимальную напряжению можно питать контроллер вот вроде бы все что знал рассказал если есть вопросы буду рад ответить в комментариях если видео было кому-то полезно можно поставить палец вверх под этим видео с вами как всегда был радиогубитель до свидания до следующих видео